Часть 9. Альталена. Трамплин для карьеры. После того, как Игаля Лоун ушел из Цахала, Рабин на некоторое время занял его пост. Но вскоре он был отстранен от командования Южным округом и «остался без работы» в кавычках. Летом 49-го года Хайм Ласков взял его к себе на должность начальника курсов командиров батальона. Ласков был известен как адепт английской военной школы в области тактики и организации, а также как один из самых упорных и принципиальных противников пальмаха в Цахале – сноска. Видимо, Ласков понимал, что в профессиональном отношении английская армия была далека от идеала, прежде всего потому, что боевой дух ее солдат был невысок. На первом выпуске, которым командовал сам Ласков, преподавали ветераны бригады, пальмаха, хаганы и офицеры Махала. Вторым выпуском уже командовал Рабин, и картина резко изменилась. Конец сноски. И поэтому Рабин имел все основания отнестись к его предложению с опаской. Но Ласков пошел еще дальше. Оказывается, он хотел, чтобы Рабин привел с собой своих старых товарищей по пальмаху. «Приведи их, и я позабочусь, чтобы они не потеряли чинов и положения. Вместе мы выработаем новую боевую школу Цахала». «Я не поверил, но Ласков сдержал свое слово. Он превратил курс командиров батальона в убежище для пальмахников». Из книги «Послужной список». Среди них мы встретим немало старых знакомых – Хайм Барлев, Узи Наркис, Цви Замир, Итеэль Амихай, Ури Банер и Давид Элазар. Все они были преподавателями, и только один преподаватель был из числа ветеранов бригады – Аарон Яриф. Слайтер отмечает, что Рабин оставался пальмахником в душе. Он предпочитал маленькое подразделение с узким кругом товарищей современной и хорошо организованной армии. Слайтер приводит также слова одного из коллег Рабина, сказанные в начале 50-х годов. Рабин считал, что его командование бригадой в принципе не отличается от командования ротой. В его голове твердо сидели концепции пальмаха, они были частью его мировоззрения. Конец цитаты. Позволив Рабину «произвести революцию» в кавычках, Ласков, несомненно, в какой-то мере поступил со своими профессиональными принципами. Объяснение позволит пролить свет на атмосферу внутри молодого Цахала. Командиры группировались вокруг трех партий в кавычках. Пальмах, офицеры Хаганы и ветераны бригады. С осени 48-го года последние две партии установили негласный блок против Пальмаха. Но Ласков находился на особом положении. По определению одного из коллег, знавших его еще по бригаде, он был прям как линейка. Поэтому Ласков не мог найти своего места в политической кухне армейской верхушки. Ласков не скрывал своего мнения о концепциях и тактических приемах, принятых в Пальмахе и в Хагане. В итоге он безнадежно рассорился с аппаратом генерального штаба. Бен-Гурион ценил Ласкова, но явно предпочитал Маклефа. Ласков остался вне партии, в кавычках, и его потихоньку спихнули на должность командира офицерских курсов, где можно было использовать его профессиональные знания, держа вдали от силовых центров влияния. Сноска. Не следует забывать, что за борьбой партии, в кавычках, внутри Цахала, стояла вполне реальная борьба политических партий вне его. На заседании комиссии Гринбойма Бен-Гурион задал Ласкову принципиальный вопрос. Предлагали ли ему вступить в одну из партий? Ласков ответил. Мне объяснили, что если я не буду ни здесь, ни там, я не смогу продвинуться. Тезис Бен-Гуриона на комиссии состоял в том, что Пальмах слишком тесно связан с партией Мапам, тогда как он, Бен-Гурион, якобы борется за чисто государственный надпартийный подход. Конец сноски. Вполне реально предположить, что Ласков искал «поддержки», в кавычках. Сыльный, в кавычках, рабин, был для него удачно подвернувшимся шансом. Через него Ласков мог получить поддержку как бывших командиров Пальмаха, так и партии Мапам. Не следует судить его слишком строго. Виноваты были те, кто перенес в Цахал правила политической борьбы и создал атмосферу, в которой партийная идентификация была необходимостью. Сноска. До сих пор в широкой публике господствует романтическое воззрение, что армия бывает или рыцарским орденом героев, или собранием солдафонов. Но действительность, разумеется, сложнее. Политика, то есть борьба фракций, присутствует в любой армии, как и в любой вообще организации. До поры до времени она может оставаться в разумных и даже полезных рамках. И тогда организация, в нашем случае армия, способна на великие дела. Однако политика постепенно увеличивает энтропию внутри системы, насаждая гегемонию аппаратного звена. Рост энтропии внутри организации может быть остановлен только сознательной интеллектуальной деятельностью общества. Конец сноски. Такова была техническая сторона обновления, в кавычках, армейской карьеры Рабина. Но она не решает принципиального вопроса, поставленного нами раньше. Почему Рабин уцелел, в кавычках, там, где были уволены в отставку более способные и известные командиры? Все данные говорят за то, что ключевым моментом была Альталена. Бен-Гурион позволил Галиле и Ядину втянуть себя в чрезвычайно опасную игру. Бен-Гурион очень хотел бы раздавить Эцель, но не менее того он хотел избежать большой крови. Он должен был оставаться, по крайней мере, в мифологическом плане, общенациональным лидером. События на набережной Тель-Авива показали, что гражданская война по-прежнему является табу для большинства евреев, и Бен-Гурион принял это к сведению. Только левые партии и пальмах были готовы проливать еврейскую кровь, вести классовую борьбу. Готовы не только теоретически, но и практически. Они разгромили Эцель и при том относительно малой кровью, в кавычках, благодаря чему Бен-Гурион вышел из этой истории более или менее чистым, в кавычках. За все это полагалось платить, но плата должна была усилить левых и создать новую угрозу. Интуитивно Бен-Гурион принял типичное политическое решение, в кавычках. Он выбрал одного представителя и дал ему премию, причем обусловленную политической верностью. Премию, в кавычках, получил Рабин, который волею случая командовал боем на пляже Тель-Авива. Второй человек в пальмахе и слишком слабый, чтобы представлять угрозу для Бен-Гуриона. Основу логически необъяснимой карьеры Ицхака Рабина нужно искать в крови Альталены и в партийных расчетах Бен-Гуриона. Продолжение следует...